Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует D3D-Compiler-47.dll. Попробуйте переустановить программу. Пишет тебе в данном случае установщик Дискорда. Стоит сказать, что я уже делал видео по решению подобной проблемы, но не с Дискордом, а с игрой. И заключалось оно в том, что нужно найти этот самый файл D3D-Compiler-47. Например, он есть в Steam. Скопировать его оттуда в папку с запускным файлом игры. К сожалению, с Дискордом такая фишка не прокатывает. Он все равно не хочет запускаться. Вообще, этот файл является компонентом DirectX 11. И даже если твоя видеокарта не поддерживает DirectX 11, как вот это древнее говно, тебе все равно нужно поставить этот самый DirectX 11, желательно со всеми обновлениями. Потому что он в Windows-то встроен, но обновлений там может не быть. Также еще иногда советуют поставить DirectX SDK. Но если ты все это сделал, и все равно ошибка осталась даже после перезагрузки компьютера, нужно зайти в папку Windows и найти там папку System32 и SysWOW64. SysWOW64, разумеется, есть только на 64-битных версиях Windows. Так вот, в папке Windows System32 этот файл D3D-компайлер-47 будет, а вот в папке SysWOW64, то есть той папке, где 64-битная винда хранит свои файлы, такого файла может не оказаться. Поэтому, если у тебя 64-битная винда, нужно в эту папку SysWOW64 положить 64-битную версию этого файла. Это важно, потому что эти библиотеки разные. Вот, посмотри, у файлов System32 размер не совпадает с файлом в SysWOW64. То есть это разные файлы. В принципе, чтобы не накачать говновирусов из интернета, можно попробовать для SysWOW64 взять файлик из стима. Но, на всякий случай, ссылочку я дам в описании. Скачиваешь этот файл, распаковываешь его из архива и кладешь в папку SysWOW64. На всякий случай, перезагружаешь ЦАМПУТАТОР! И на этот раз Discord поставится. Кстати говоря, у меня появился свой канал в Дискорде, так что заходи. Я бог Ютуба! Лайк, подписка, бубенцы!